И последнее. Укладывали рюкзаки и готовили снаряжение участники первого республиканского туристического слёта молодёжи. Он прошёл в живописных местах на реке Мурба и Ленского района. Изюминкой любого турслёта остаётся туристическая полоса препятствий. Для республиканского организаторы обещали что-то особенное и слово своё сдержали. Какой была трасса и за сколько часов её преодолели участники, расскажет Олеся Васёва. Бегом по высокой траве, поваленным деревьям, сквозь густой кустарник. Так преодолевали расстояние полосы препятствий участники первого республиканского туристического слёта молодёжи. От этапа к этапу туристы преодолели 10 километров сложнейшие трассы. Сложность не только в протяжённости дистанции. Здесь требовалась особая выносливость. Сами этапы были значительно усложнены. Оборудовать трассу главному судье помогал профессиональный турист из Хакасии. Этапов было очень много, причём разных направлений. Начиная от пешего туризма, кончая скалолазанием трассы. Элементы скалолазания были использованы. Можно сказать, водные были использованы элементы. В общем, была разнообразная трасса и вполне очень хороший уровень. Трассу разбили на три сектора. Каждый из них отличался своими особенностями. Где-то приходилось больше бегать, где-то лезть в горы, а местами даже плыть. На отдельных этапах предусмотрели параллельные трассы, если вдруг команды догоняли друг друга. Мы обещали два направления, то есть две команды стартовать. Но у нас стартовало три одновременно команды. То есть для всех было большое удивление. Для нас это было облегчение в работе. Потому как в мирном очень большое количество команд принимают участие. И они могут около суток работать судьи. Мы работали 12 часов. Все элементы полосы препятствий команды преодолевали со страховкой. Но если на скалах она помогала, то в воде тяжелое страховочное снаряжение тянуло ко дну. Да и бежать в мокрой одежде было куда сложнее. Но несмотря на смертельную усталость, после пяти, а то и шести часов на полосе команда финишировали счастливыми. Вы первые вернулись трассы. Поздравляем вас. Расскажите вообще, как эмоции, как трасса? Как счастливые, счастливые, счастливые. Очень классные. Трасса сложная и интересная. Победителем на трассе стала команда Мирненского управления автодорог «Роза Ветров». Серебро с небольшим отрывом от лидера заработала ленская команда ТРК «Алмазный край» телевизоры. Замкнули тройку лидеров сотрудники ленского ПТС «Команда «Экстрим». Эти результаты значительно повлияли на общий ток турслета, который подвели в заключительный день соревнований. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край». Субтитры создавал DimaTorzok